Сегодня у нас заморозки. Ночью до минус 8 температура падала, да и сейчас еще минус 4, минус 5. Вот, значит, скоро-скоро буера поедут по льду. Ну, а я пойду делать очередной буер. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня начинаю следующую часть, значит, эпопеи по поводу постройки буера Монотип. Ну, и вот сегодня, значит, телесериал по поводу мачты. Значит, сама мачта есть у меня веретено. Я в прошлом году показывал, как я ее делал. Вот, она шпоновая, заготовки сделали в Нижнем Новгороде, значит, потом я ее собрал. Вот, и вот, значит, сейчас я буду делать к ней всякие детали, да, для того, чтобы она была вооруженная и могла быть установлена на буй. Значит, ну, вот у меня обрезанный торец есть от этой мачты, нижней, скажем так. Значит, этот торец я буду использовать для того, чтобы сделать нижнюю опору мачты. Значит, что он из себя будет представлять? Здесь будет полоска металла толстого. Значит, вот я его сделаю, вот у меня есть обрезок вот такой вот десятки. Значит, я вот делаю, короче говоря, основание вот такой вот. Ну, шириной приблизительно вот, как вот эта часть мачты. Так вот. Значит, потом вокруг, вокруг будет, значит, у нас опоясано сталью. Вот 3 миллиметра у меня есть такая деталь. А тоже обрезок. Я из нее, значит, сварю такую вот окантовку, скажем так, да. Потом, значит, вот в этой вот получившейся железяке за низу надо будет просверлить отверстие и нарезать резьбу М16. Для чего? Для чего? Значит, у меня есть вот такая опора с подшипником. Значит, она туда будет завинчиваться. Ну, будет примерно вот здесь вот установлена. Вот так вот. Так, значит, дальше. Значит, у нас есть такое понятие, как погон пятки гика на бугере. Значит, зачем это нужно? Ну, уже много раз я рассказывал, что когда мы шкод добираем, значит, у нас передняя шкатовина обтягивается. Вместе мы тянем за гик, соответственно, весь гик опускается вдоль мачты вместе с пяткой и растягивает переднюю шкатовину в том числе. Вот, значит, для этого нужно сделать специальную систему этого погона. Значит, вот это у меня будет типа рельса, по которому, значит, это будет бегать, да? Значит, а вот это вот у меня будет каретка. Я ее вчера вечером уже снимать не стал, сделал. Значит, как она сделана? Трубка нержавеющая. У нее на горячую вставлено бронзовое... Бронзовый сердечник. Вот я тут вчера баяльной лампой, значит, этим занимался. Бронзовый сердечник. Дальше я к ней приварил, значит, вот этот вот язычок, к которому гик будет крепиться. Значит, вот это моя фирменная система, значит, сюда перевязывается веревочка. Это галст, да? То есть, когда надо нам парус в галстовый угол прикрепить, мы вот сюда привязываем веревочку, продергиваем через галстовый угол и за утку цепляем. И обтягиваем. Очень быстро и удобно. И когда надо поменять парус, значит, ну и вообще, короче говоря, очень эффективная система. Веревочка из Данема, чтобы она меньше перетиралась, но она обычно служит несколько лет. Вот. И, в принципе, как бы это все работает. Но это пока заготовка такая грубая, я ее еще прошкую со всех сторон, как бы. Ну и нам предстоит, значит, здесь теперь еще расточить отверстие, чтобы эта каретка бегала по направляющей. Направляющая у меня будет 18 сантиметров. То есть, она будет стоять вот здесь вот. И выходить из того же основания, да, которое я сделаю для мачты. Ну, а сверху будет небольшой кронштейн крепиться к мачте. В принципе, вот такой вот план. Сейчас буду его реализовывать. Сверление нержавейки толстые, значит, из удовольствия предстоит. Вот. Ну и сделать вот эти вот все детальки, как бы, довести до ума. Буду делать, показывать. Так, ну что ж, уважаемые зрители. Значит, делаю, продолжаю делать, значит, оковку. Ну, вот это вот одна из деталей. Значит, что это за деталь? Вот так вот будет. Значит, вот это вот представим, что это мачта. Соответственно, она встанет отсюда. Примерно вот так вот. Ну и, соответственно, надо это все тело доделать. Здесь вот я вставлю перегородочку, а лишнее отпилю. Значит, спереди, понятное дело, приварю. Это все ровно будет, как бы, да. И будет у меня вот такая вот конструкция. Ну, продолжаю работать. Ну, что ж, уважаемые зрители, значит, эта деталь сделана. Значит, почти целый день у меня ушло тут на пиление, сверление нержавейки, значит, и изготовление вот этих всех, значит, обуха этого или как его назвать, не знаю. Ну, тем не менее, получилось, значит, все. Я уже примерял к настоящей мачте, не к этому огрызку. Все прицепляется, как бы, садится без проблем. Значит, поэтому сейчас переходим к следующему моменту. Значит, это формирование погона Петки Гика. Значит, детали у меня есть, значит, вот у меня есть, как я вам говорил. Значит, каретка, так ее назвать, значит, вот есть этот рельс. Сейчас все это буду собирать в единое целое. Вот такая ситуация. Итак, друзья, заключительное видео в этом коротком ролике. Значит, сделал я всю эту конструкцию. Значит, основание мачты, значит, пятка мачты с подшипником, значит, рельса. Вот эта вот каретка бегает туда-сюда и не стопорится со всеми причиндалами. Значит, вот эта вот тоже крепится к мачте. Значит, вся эта конструкция готова. Единственное, что на мачту я ее пока ставить не буду. Чуть-чуть попозже я это сделаю, когда сделаю другие все детали. Но то, что она ставится 100%, я ее уже примерял. Ну что ж, а сейчас перейду к следующим деталям мачты. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...